В Мегионе идет масштабная реконструкция комплексного центра социальной помощи населению. Здание полностью обновят и создадут комфортные условия для оказания квалифицированной помощи. Сюжет Жанны Кузьминой. Здание бывшего детского сада полностью, включая территорию, реконструируют. За новым фасадом пока пустые помещения. Кое-где нет даже стен, но уже скоро здесь планируют создать современную, максимально комфортную площадку для оказания социальной помощи жителям Мегиона. В центре предусмотрены кабинеты для индивидуальной групповой работы, залы со здоровительной ванной для приема гостей, фитобар, тренажерные студии. Чтобы вместить все это, проект пришлось кардинально поменять. Кроме планировки, подрядная компания достраивала дополнительные эвакуационные выходы, вентиляцию и утепляла стены третьего этажа. Было как после атомной войны. А что было? Ну, облупленные стены, треснутые деконструкции и так далее. То есть застывший бассейн, полный подвал канализационных стоков. В первую очередь мы занимались именно коммунальными системами, то есть мы прокладывали по новой канализации, систему отопления. Реконструкция комплексного центра стартовала прошлым летом с приходом нового подрядчика. Предыдущий не справился с объемом работы и длительное время здание пустовало. За время простоя изменились требования к строительству помещений подобного назначения. Поэтому выходу на объект новых бригад предшествовал долгий подготовительный период. Первоначально строительство велось подрядчикам с города Нижневартовск, который эту реконструкцию не завершил. Он обанкротился. То есть проект претерпел изменения. Появились дополнительные объемы, появились новые требования, связанные с безопасностью здания. Появились дополнительные площади. Проект прошел экспертизу. Фирма, которая сейчас зашла из города Нижний Тагил. Все это время специалисты комплексного центра ютятся в приспособленном помещении. Клиентов принимают по минимуму. К тем, кто не может самостоятельно передвигаться, выезжают на дом. Открытие нового реконструированного здания здесь ждут как манны небесной. Уже у нас есть и оборудование, которое мы приобрели и разместим дополнительно, кроме того, что будет поставлено в это здание. Уже есть у нас проекты, которые мы предполагаем реализовать на данной территории в этом здании. Поэтому да, все ждут. Основную часть работ по реконструкции здания комплексного центра, благоустройство фасады и кровли, а также внутренних помещений, подрядная организация планирует завершить в этом году. А в мае 23-го уже намечена сдача учреждения. Жанна Кузьмина, Александр Титаренко, Вести Югоре, Мегион.